Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале первое видео авторына. Кстати, если вы на нас до сих пор еще не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала про все, что касается выбора и приобретения поддержанных авто. В том числе и обзоры на машины в формате тест-драйва, в формате сравнительных обзоров, а также в формате обзоров технического характера, где мы разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора это компактный городской хатчбэк, экономичный и, кстати говоря, довольно надежный. Машина понравится тем, кто ищет для себя неприхотливое транспортное средство, удобное в мегаполисе. Кстати, эти машины все еще можно привезти из Японии под запрет экспорта, они не попали. Да и ставки утиль сбора на машины с таким объемом двигателя пока еще более или менее. О том, что представляет собой подобный автомобиль, сегодня и поговорим. Встречайте, Toyota Passa, кузов М700-710. Для Toyota Passa это третье поколение модели. Эту машину разрабатывала компания Daihatsu, дочернее предприятие компании Toyota, которое специализируется на малолитражных машинах. Эта модель простояла на конвейере с 2016 по 2023 годы, при этом пройдя через рестайлинг в 2018 году. Покупателю был предложен один единственный двигатель объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил. Здесь были только вариаторные коробки передач, ну а вот по типу привода вы могли выбрать между передним и полным. В нашем случае вариант переднеприводный автомобиль 2018 года, выпуска без пробега по России. Компактный кузов Toyota Passa имеет следующие габаритные размеры. Длина 3 метра 65 сантиметров, ширина 1 метр 66, а высота 1 метр 52 сантиметра. Колесная база хэтчбека 2,49, радиус разворота 4,6 метра, что немного. Ну а снаряженная масса меньше тонны 910 или 960 килограмм, в зависимости от версии исполнения. Что касается толщины выкрасочного покрытия, то для Toyota Passa, как для японского бюджетного хэтчбека, толщина ЛКП в стандарте с завода будет лежать в диапазоне где-то от 85-88 до 105-110 микрон. Кстати, передние крылья здесь пластиковые. По традиции обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения, доступ куда нам открывает довольно широкая крышка. Кстати, каталожный объем багажника третьего Passa 193 литра при поднятых спинках второго ряда и порядка 630 при сложенных. Давайте посмотрим, сколько это в линейных размерах. Ширина проема багажника по его узкой части 88 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 78. Длина по полу 50 сантиметров. А ширина внизу между боковыми панелями 102. Если этого пространства вам мало, складывайте спинки сиденья. Сделать это легко можно и из багажника. И в этом случае, хоть вы и не получите ровный пол, но длина у вас увеличится до 125 сантиметров. Ну, а максимально возможна длина груза, чтобы он не мешал селектору переключения передач, если протолкнуть его между передними креслами 2 метра 10. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике этого хэтчбека, здесь по большому счету нет абсолютно ничего. Разве что стоит отметить, что боковушки багажника здесь отделаны ворсистым материалом, как и пильная сторона спинок сиденья. Соответственно, в отличие от обычного пластика, царапаться все это, надеемся, не будет. Под фальшполом в данном случае находится пенопластовая емкость, где размещается ремнобор для колес, это герметик, и компрессор-буксировочная петля, вороток для домкрата, баллонник и, собственно, сам домкрат. В целом, с учетом того, что подобный автомобиль редко покупается в семью как единственный, его грузовые возможности следует признать достаточными. Что касается салона Toyota Passa третьей генерации, на самом деле это один из наиболее уютных салонов среди вообще всех компактных автомобилей. На это работает и цвет, и фактура материалов, чем-то напоминающие бабушкин диван в хорошем смысле этого слова, и сами кресла, которые здесь в меру мягкие, и достаточное ощущение пространства вокруг. Само переднее сидение в данном случае выполнено как раз-таки в форм-факторе сплошного дивана, естественно, с возможностью регулировки обеих половинок, как в продольном, так и по части наклона спинки. Если вас такой вариант не устраивает, вы можете организовать себе подлокотник. В этом случае с опоры под локти все становится хорошо, причем как у водителя, так и у пассажира тоже, поскольку на дверных картах подлокотник наличествует. Правда, пластмассовый и жесткий. В центральном боксе, помимо прочего, есть небольшой бардачок с откидывающейся в бок крышкой. В плане регулировки сидения здесь дела обстоят на самом деле очень даже неплохо, и отодвинув сидение максимально назад, я практически вытягиваю левую ногу, выпрямляя в колени. Практически потому, что небольшой угол все-таки остается. Но даже при моем росте 1,86 м за рулем этого компактного автомобиля у меня получилось сесть вполне удобно. Кстати, рулевая колонка имеет регулировку, правда, только по углу наклона. Регулировки по вылету здесь нет. Это машина 2018 года, и, соответственно, на ее борту есть набор опций активной безопасности, система стабилизации и система предотвращения столкновений, клавиши управления которыми находятся рядом с кнопкой запуска остановки двигателя справа от руля, внизу. Здесь же корректор фар и выключение системы старт-стоп. На дверной карте блок управления стеклоподъемниками, причем водительское стекло имеет авторежим, и боковыми зеркалами электрической регулировки плюс складывание. Из клавиш на руле в данном случае у нас только управление мультимедийной системой. Подрулевые переключатели здесь переключаются, кстати говоря, с хорошим приятным усилием, причем поворотники по последней моде, внедренные когда-то на автомобилях Opel, тут не фиксируемые. Но, тем не менее, пользоваться всем этим достаточно удобно. Из прочих кнопок, помимо, собственно, магнитола на экран, в которой выводится картинка с камеры заднего вида, у нас разве что аварийная разблокировка селектора при выключенном зажигании, и, собственно, панель климат-контроля. Сгруппировано все в данном случае очень логично, температура регулируется крутилкой, есть авторежим, все удобно и понятно. Сам руль, кстати говоря, пластиковый, но, несмотря на это, он не скользкий, а это довольно серьезный плюс. Приборная панель, правда, не имеющая тахометра, при этом информативна, здесь большая цифровка, пользоваться ей удобно. Что касается подстаканников, бардачков, полочек и прочих предметов комфорта, у водителя и переднего пассажира сбоку панели выдвижные подстаканники. Кстати говоря, очень удобное решение, и они снабжены микролифтами. Основной бардачок в данном случае у нас довольно-таки небольшой по объему, но бумаги формата А4 сюда все же поместятся. Правда, придется их сложить для этого. Также есть отдельный ящик для хранения под сидением переднего пассажира. Внизу полочка, 12-ти вольтовая розетка, и, собственно говоря, также длинная полка с наклоном практически во всю длину панели, куда можно сложить ключи от автомобиля, мобильный телефон, и что вам еще заблагорассудится. Внизу дверных карт, кстати говоря, имеется место под стакан или под бутылочку с водой, емкостью порядка 0,5 литра. Что касается обзорности в этом автомобиле, капот здесь практически не видим при любом положении сидения, но при этом лобовое стекло по меркам компакт-класса довольно-таки широкое. Боковые зеркала, несмотря на зауженную краю форму, информативны, пользоваться ими удобно, а боковая линия остекления довольно низкая и не вызывает ощущения нахождения в бункере. Ну а маневрировать задним ходом, помимо того, что сзади прекрасный обзор через стекла, помогает еще и камера заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается места на втором ряду Toyota Passa, в чем этот автомобиль нельзя упрекнуть, так это на то, что хоть в каком-то из направлений он пытается вас притеснить. Здесь достаточно запас места над головой и очень много места для ног под передними сидениями. Даже затолкав ступни максимально вперед, вы ни за что там не цепляетесь. Под правой рукой у пассажиров есть подлокотник, правда, довольно узкий, но и при этом пластмассовый, то есть жесткий. А с левой стороны подлокотника вовсе не предусмотрено. Заднее сидение рассчитано на посадку трех человек, о чем красноречиво свидетельствуют средние ремни безопасности и абсолютное отсутствие какого-либо профиля на подушке. Она полностью плоская, как скамейка. И, кстати, заднее сидение значительно выше передних. Поэтому, сидя здесь, вы можете контролировать обстановку впереди, поверх голов водителя и переднего пассажира. Никаких удобств для пассажиров заднего сидения здесь нет. Нет здесь и регулировки по наклону. Причем, в данном автомобиле у компании Toyota можно наблюдать потрясающую экономию. На спичках, что называется, ручка держаться здесь присутствует только у переднего пассажира. У водителя и у пассажиров заднего ряда этой роскоши нет. Можно ли отправляться на этом автомобиле в дальнее путешествие на заднем диване? Пожалуй, что да. Кстати, тоннель на полу здесь присутствует. Он не сказать, что сильно высокий, но он есть. Имейте это в виду, если вы предполагаете частое использование этого автомобиля для поездки с полной загрузкой. Что касается единственного мотора под капотом Toyota Passa. Это один KR-FE. Мотор довольно-таки старый. Он выпускался с 2004 года. Причем, как в Японии, так и в Европе. В частности, в Польше. Этот мотор ставился не только на модели японских автопроизводителей. На целую линейку Toyota, таких как IQ, iGo, Passa, на Daihatsu, Boon. Также этот двигатель можно было найти и под капотом европейских автомобилей типа Citroen, C1 или Peugeot 107. Правда, на последних он сочетался с роботизированной коробкой передач. Причем, однодисковой. На этих автомобилях сочетался он сугубо с вариатором. И это сочетание более благоприятное. По конструктиву, один KR-FE это трехцилиндровый алюминиевый рядник. С двумя верхними распредвалами. Здесь цепной привод ГРМ и нет гидрокомпенсаторов. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Система зажигания с тремя индивидуальными катушками. А из дополнительных сложностей по мотору, разве что дроссельная заслонка с электронным управлением. Фазовращатель только один на впускном распредвалу. Объем заливаемого сюда масла маленький. 3,1 литра. Вязкость 0,20. Ну а интервал замены где-то около 7 тысяч километров пробега. Бензин 95. В целом этот мотор на самом деле не так уж и плох. Ходят они по 200 плюс тысяч километров пробега. Плюс если что, они довольно распространены и стоят не так дорого на вторичном рынке. Так что поменять мотор на контракт в целом еще можно успеть, если к этому есть предпосылки. Но из недостатков данной силовой установки можно отметить первое. Это вибронагруженность и шумную работу двигателя. Даже исправный 1К РФЕ вряд ли порадует вас тишиной. На нашей практике были случаи, когда двигатель с полностью исправной поршневой группой, даже после замены цепи всех натяжителей и звезд на новые, все равно продолжал стрекотать при работе. Правда, заметно тише, чем делал до этого. Кстати, о цепи ГРМ. Здесь она однорядная и ресурс ее небольшой. Порядка 100-130 тысяч километров пробега потом. Она, как правило, просится на замену. Правда, ремкомплект стоит не так дорого. Особенно в сравнении с некоторыми немецкими моделями. Эти двигатели очень не любят грязного масла. Здесь довольно тонкие маслоканалы. И если вы слишком долго тянете с заменой и имеете привычку ездить на масле по 20-30 тысяч километров пробега, то, вполне вероятно, забитые маслоканалы рано или поздно приведут к падению давления вообще в целом в двигателе и последующему провороту вкладыша. И тогда точно замена двигателя. Ну и последнее. Эти двигатели не любят перегрева, как в принципе любые современные агрегаты с алюминиевым блоком. Но в данном случае нужно поглядывать за исправностью помпы. Ее ресурс здесь далеко не беспределен. И за этим компонентом нужно следить, как и за частотой радиатора системы охлаждения. Зато если примириться с некоторой вибронагруженностью и шумностью при работе, один КРФЕ это довольно неплохой двигатель. Кстати, весьма экономичный. И как ни странно, для городского передвижения на легком хэтчбеке достаточный. Что касается вариатора, который работает с ним в паре, по большому счету к этим коробкам особо вопросов нет. Коробки ходят и выхаживают они по 200 плюс тысяч километров пробега. Самый основной момент, меняйте масло вместе с фильтрующим элементом не реже, чем раз в 40 тысяч. А если машина эксплуатируется в очень суровых условиях, сократите этот интервал еще в тысяч до 30. Кстати, имейте в виду один момент. Как и в случае с Nissan Qashqai, как и в случае с Nissan Siren, модификаций вариатора для данных автомобилей выпускалось множество. И перед тем, как в случае, если страшное произошло и вам нужно заменить вариатор и подобрать контрактную деталь, обязательно сверьте маркировку вариатора на наклейке на вашей машине с той, которой вы собрались ставить. Вариаторы могут иметь разное исполнение в части гидроблока. И поменяв коробку просто наугад, вы можете столкнуться с тем, что так и не заставите автомобиль ехать после подобной замены. Так что будьте внимательны. Ну а перед тем, как посмотреть на Toyota Passa снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с этим немаловажным показателем. Низшей точкой в данном случае будет, кстати, даже не подрамник, а стабилизатор поперечной устойчивости, до которого от асфальта 14 сантиметров. До пластикового брызговичка под передним бампером те же 14, а до края бампера 19 сантиметров. Расстояние от асфальта до порога 15, а до пластикового брызговичка в задней части порога 16 сантиметров. До заднего бампера 28, при этом задний свес практически отсутствует, а выхлопная труба находится полностью в габарите заднего бампера. Здесь нет ничего, чем вы могли бы зацепиться, и к высокому препятствию вы можете подъезжать абсолютно смело. Что касается подвески Toyota Passa 3-й генерации, то это ходовка типичная для компактных хэтчбеков. Обычный MacPherson спереди и зависимая подвеска сзади. Передние шаровые опоры в данном случае выполнены как единое целое с рычагом, а по задумке производителя не должны меняться отдельно от них. Что касается стабилизатора поперечной устойчивости, то в данном случае он расположен не на подрамнике, а вообще в передней части. Доступ к креплениям стабилизатора здесь абсолютно эталонный. Никаких проблем с его обслуживанием и заменой втулок здесь в принципе не будет. Зато с доступом к рулевой рейке в данном случае слегка тяжело. И для того, чтобы до нее добраться, придется все же подрамник демонтировать. Кстати говоря, рейка здесь электрическая, что соответственно минус ворох проблем по протечкам гидромагистрали, которых нет. Ну а в плане обработки кузова антикоррозийными составами можно констатировать следующее. Этот автомобиль, будучи бюджетным и ориентированным на внутренний японский рынок, практически не имеет никакой защиты от коррозии с завода, кроме герметика на соединительных швах. Нет ее здесь даже в районе порогов. Хотя на некоторых японских моделях какая-то следовая часть антикора все же встречается, но Toyota Passa третьего поколения к ним не относится. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать эту машину в регионе, где в ходу антигололедные реагенты, не поленитесь обработать днище антикоррозийными составами. Причем сделайте это сразу после покупки автомобиля. Еще из интересных моментов в конструкции этого автомобиля, как мы уже сказали при замере дорожного просвета, выхлопная труба в данном случае в габарите бампера. И здесь ничего не свисает, фактически сдавая задним ходом. Первое, чем вы натолкнетесь на высокую кочку, это самой задней балкой. Дело в том, что основная банка глушителя здесь расположена вообще посредине базы автомобиля. Перед задней балкой также располагается топливный бак, естественно выполненный из пластика, объем которого в зависимости от исполнения автомобиля 36 либо 38 литров. Сзади, кроме двух соленблоков на самой балке и втулок на амортизаторах, выходить из строя практически нечему. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга. Задние тормоза в данном случае, конечно же, барабанные, тут никаких сюрпризов. Ну и присутствует стабилизатор поперечной устойчивости, который здесь смонтирован прямо на балке. То есть никаких втулок и, соответственно, никаких стоек стабилизатора в данном случае нет. Как нет и антикора в задней части автомобиля. Все та же картина, герметик только на соединительных швах. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Pass 3-го поколения 2018 года выпуска с литровым мотором на 69 лошадей, вариатором и передним приводом. Надеемся, после просмотра этого видеоролика у вас появилось представление о том, что же такое этот автомобиль. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы проехали достаточно много и вам есть в чем нас поправить и чем нас дополнить, пропишите все это в комментарии под роликом. Людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и прописывайте в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. На этом наш сегодняшний обзор завершен. Вам спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Хорошего дня. Всем пока.